Здравствуйте, товарищи! Давайте сегодня с вами рассмотрим сложение в позиционных системах счисления. Как вы знаете, во всех позиционных системах счисления действуют одни и те же правила записи чисел. Позиционные системы счисления отличаются только основанием и, соответственно, количеством цифр в алфавите. Поэтому начнем рассматривать сложение со всем известной нам десятичной позиционной системы счисления. В десятичной системе счисления в алфавите 10 цифр, как следует из названия. Все мы знаем, что это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, всего 10 цифр. Давайте с вами рассмотрим для начала сложение натуральных чисел, пока одноразрядных. Что такое сложение? Ну, например, 3 плюс 4 в десятичной системе счисления. Как вы знаете, сложение – это сдвиг по числовой оси от одного слагаемого, от первого слагаемого, на величину второго слагаемого. Например, 3 плюс 4. 3 плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. 4 плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. 8. Ну, если у нас одноразрядные числа, то тут все просто. То есть, их запись совпадает с записью одной из цифр алфавита позиционной системы счисления. Что делать, если при сложении, например, одноразрядных чисел получаются многоразрядные числа? Ну, например, 7 плюс 5. 7 плюс 1 плюс 2. Ну, а дальше нам надо уже формировать многоразрядное число. Конечно, мы в десятичной системе счисления знаем на память, какие двухразрядные числа идут дальше. Там, 10, 11, 12, 13 и так далее. Но в других позиционных системах счисления могут возникнуть сложности. Поэтому для формирования многоразрядных чисел при сложении одноразрядных удобно пользоваться способом механического счетчика. Все вы видели механические счетчики у себя дома. Например, счетчик электричества, счетчик газа, одометр в машине или на велосипеде, который считает километраж. Это все механические счетчики. Они действуют по одному и тому же принципу. И вот мы с вами сейчас давайте Рассмотрим работу механического счетчика на примере лабораторного счетчика оборотов ISO-66, который считает обороты входного вала. Давайте сбросим счетчик в ноль. Итак, что происходит при счете? Сначала начинают изменяться цифры первого разряда числа оборотов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот дошли до конца алфавиты десятичной системы счисления. Что произойдет дальше? Смотрим. Итак, в следующий разряд добавилась единичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять единичка. Добавилась старший разряд. И первый разряд. И первый разряд опять начал крутиться заново. Когда второй разряд доходит до последней цифры алфавита системы счисления, единичка добавляется в третий разряд и так далее. Давайте попробуем применить вот эту информацию для счета в различных системах счисления. Итак, давайте с вами попробуем записать формально способ действия механического счетчика. Итак, в первом разряде механического счетчика у нас прокручиваются цифры. Если у нас десятичный счетчик. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Когда счетчик доходит до последней цифры, в позиционной системе счисления, в данном случае до девятки, счет в этом разряде начинается заново. А в старший разряд добавляется единичка. Этот же способ можно использовать и для суммирования чисел. Например, вернемся к примеру 7 плюс 5. 7 плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. 2 и единичка ушла в старший разряд. 12. Очевидно, мы знаем, что ответ правильный. При суммировании многоразрядных чисел можно использовать известный способ сложения в столбик. Например, 75 плюс 56. 75 плюс 56. При этом суммирование начинается с младшего разряда. В данном случае это первый разряд. Суммируем. 5 плюс 6. 5 плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6. 1. И единичка уходит в старший разряд. 7 плюс 5 плюс 1. 7 плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 1. И единичка уходит в старший разряд. 131. При сложении десятичных чисел все просто. Поскольку с десятичной системой счисления мы с вами знакомы давно. Попробуем сложить числа в других позиционных системах счислений. Сохраним пока этот эскиз. И перейдем к ровному. Итак, двоичная система счисления. Алфавит двоичной системы счисления состоит всего из двух цифр. 0 и 1. Но при этом принцип записи чисел точно такой же, как и в десятичной системе счисления. Как и в любой другой позиционной системе счисления. Поэтому схема сложения будет выглядеть точно так же. То есть мы прокручиваем первый разряд нашего механического счетчика. И если переходим на новый круг, то единичка добавляется к старшему разряду. Сложим два двоичных числа. 1, 0. 1, 0. 1, 0. Плюс. 1, 1, 0. Сразу воспользуемся сложением в столбик. 1, 0. 1, 0. 1, 0. Плюс. Сравниваем первые разряды. 1, 1, 0. 0 плюс 0. 0 плюс 0. Но очевидно 0. 1 плюс 1. 0. И единичка ушла в следующий разряд. 1 плюс 1. 0. Единичка ушла в следующий разряд. 1 плюс 1. 0. И единичка в следующий разряд. Получили. 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Например. 1. Так. Возьмем ручку посильнее. 1. 1, 0, 1, 1. Плюс 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. 1, 1. Плюс. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1. Итак. 1 плюс 1. 1 плюс 1. 1, 0, 1 в старший разряд. 1 плюс 1. 0, 1 в старший разряд. 1 плюс 1. 0, 1 в старший разряд. 1 плюс 1 плюс 1. 1 плюс 1 плюс 1. Начали новый круг. 1, 1 в старший разряд 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 1, 1 в стар 0, плюс 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0, плюс 1, 0, 1, 0. 0, плюс 0, очевидно 0. 0, плюс 1, 1. Но на новый круг не перешли, единичка в следующий разряд не переходит. 1, плюс 0, 1. Единичка опять же не переходит в старший разряд, на новый круг не пошли. 1, плюс 1, 1, плюс 1, 0. И пошли на новый круг, единичка в старший разряд. Получаем ответ. 1, 0, 1, 1, 0. Рассмотрим примеры в других позиционных системах счислений. Например, восьмеричной системе. Алфавит восьмеричной системы счисления состоит из восьми цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А схема сложения способа механического счетчика будет точно такая же, как в других системах счисления. Если наш диск в младшем разряде погрузился на полный оборот, то единичка уходит в старший разряд, а младший разряд начинает отсчитываться заново. Давайте рассмотрим какой-то пример восьмеричной системе счисления. Например, 5, 6, 3, плюс 2, 7, 1. Сразу воспользуемся способом сложения в столбик. Поскольку здесь он тоже, естественно, действует. Поскольку во всех позиционных системах счисления одинаковый принцип записи чисел. Соответственно, действуют все принципы одинаковые. И работа с этими числами. 5, 6, 3, плюс 2, 7, 1. 3, плюс 1, 4, 6, плюс 7, 6, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, 5. И поскольку мы ушли на новый круг, единичка уходит в старший разряд. 5, плюс 2, плюс 1, 5, плюс 1, плюс 2, плюс 1, 0. И опять начали отсчет с нового круга. Единичка ушла в старший разряд. 1, 0, 5, 4. Восьмеричной системе счисления. Рассмотрим сложение в шестнадцатиричной системе счисления. Алфавит шестнадцатиричной системы счисления состоит из шестнадцати цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, Д, Е, Ф. Шестнадцать цифр. Ну, естественно, что способ сложения, схема сложения будет точно такой же. Если прокручиваем этот диск шестнадцатью цифрами в вашем разряде полностью, то единичка перещелкивается в более старшем разряде. Попробуем выполнить сложение каких-то шестнадцатиричных чисел. Например, 3, Е, А, плюс 4, 7, Е. Итак, сразу пишем в столбик. 3, Е, А, плюс 4, 7, Е. Итак, в первом разряде надо сложить А плюс Е. Вот положение А. И начинаем по порядку отсчитывать от нее числа до Е. А, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 9, плюс А, плюс Б, плюс С, плюс Д, плюс Е. 8. И поскольку ушли на новый круг, единичка уходит в следующий разряд. Е, плюс 7, плюс 1, Е, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 1, 6. И единичка в старший разряд. 3, плюс 4, плюс 1, 3, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 1, 8. Итого 8, 6, 8 в 16-ти речной системе счисления. Попробуем сложить еще какие-нибудь числа для примера. Например, 1, E, 3, 5 в 16-ти речной системе счисления плюс 2, D, 8. В первом разряде 5, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, D. И единичка никуда не уходит, потому что мы не перешли при счете этого разряда на новый круг. 3, плюс D. Ну, проще воспользоваться переместительным законом, естественно, который здесь действует. D, плюс 3, D, плюс 1, плюс 2, плюс 3, 0. 0, и единичка в старший разряд. E, плюс 2, плюс 1. E, плюс 1, плюс 2. И плюс еще 1. Единичка, и единичка в старший разряд ушло. 1, плюс 1, 2, 2, 1, 0, D в 16-ти речной системе счисления. Вот мы с вами рассмотрели сложение позиционных системы счисления. Как вы видите, здесь все просто и проще всего пользоваться не таблицами сложения для каждой позиционной системы счисления, а заучить всего лишь один способ счета механическим счетчиком. Так, как работает механический счетчик. В следующий раз рассмотрим с вами обратный процесс почитания позиционных систем исчисления. Пока. До свидания, товарищи.